добрый день в эфире завод про металл меня зовут андрей и сегодня мы поговорим про каменные облицовки зачем они нужны почему они столько стоят и какие же у них плюсы и о минусах мы тоже упомянем начинали это все наверное финны со своим талькохлоридом толстыми облицовками выглядит дорого солидно красиво какой функционал у них есть во первых это защита от жесткого инфракрасного излучения которое идет от корпуса печи корпус печи раскаляется до температуры ну от 400 до 600 градусов вполне себе возможно то есть фактически до красна только вы этого не увидите и вы это не почувствуете потому что весь камень возьмет на себя все это инфракрасное излучение а во вторых это более стабильные температуры то есть скажем так с каменная облицовка гораздо сложнее увести печь перетоп но естественно понадобится какое-то время для того чтобы она нагрелась и начала отдавать тепло тут печь весит 172 килограмма облицовка весит в районе 220 наружная каменка будет где-то 35 40 килограмм и внутренняя каменка тоже 35 40 килограмм и все это хозяйство весом плюс минус 550 килограмм это такой серьезный аккумулятор и теплонакопитель то есть после того как вы попаритесь вы просто парную свою закрываете и печь сама за счет своей инерции тепловой инерции у вас высушит всю парную то есть это еще и знаете как такая надежная облицовка для долгого срока службы работы вашего парного помещения или отделки вашей парной то что вся сырость то что вы там налили на кран контрастировали наплюхали веником набрызгали облицовка возьмет и высушит но и самое главное наверное за что любят такие облицовки это эстетичный внешний вид но и эстетика плюс долговечность обслуживать ее нужно только протирать мокрой тряпочкой либо губкой менять периодически камни во внутренней каменке и во внешней их тут совсем немного как я сказал 35 45 килограмм там по фракции зависит ну а теперь к минусам во первых нужно учитывать как я сказал ранее то что как плюс огромного огромной массе теплоаккумулятора так и минус этого то что как бы на 550 килограмм ну надо либо усиливать пол максимально либо заливать фундамент и делать там какую-то подушку для распределения равномерно вес веса и так далее но в то же время там 550 килограмм это там четыре мужика крепкого телосложения которые стоят на одном квадратном метре это будет вес плюс-минус печи ну то есть не стоит скажем так бояться по скорости прогрева сетка и облицовка они идут плюс-минус в одном временном промежутке ну то есть мало кто топит баню засекая на секундомере за сколько она натопится гораздо важнее дрова которые вы используете чтобы они были лиственные сухие но сейчас не о дровах упомянем цену она просто чуть выше чем печи в сетке если опять же раскладывать стоимость печи в каменной облицовке на долговечность удовольствие от парения шикарный внешний вид но мне кажется любая вещь которая будет все это приносить должна стоить каких-то денег ну просто печь в облицовке будет дороже чем печь в сетке еще в чем наверное самый 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 огромный плюс и и фишка каменных облицовок то что с помощью них можно достигнуть именно атмосферы режима и ощущения парения с кирпичной печи то есть мы берем чугунную печь просто покупали в магазине привезли поставили одели ее в облицовку и по ощущению это будет как кирпичка адепты кирпичных печей закидают меня ковшиками вениками шайками и так далее что будет под рукой находясь в бане но по ощущению пар и тепло от кирпичной печи очень сопоставим с паром и теплом от печи в облицовке у меня под рукой печь атмосфера l в облицовке из пероксинит элит то есть чем отличается обычный пероксинит от пероксинит элита пероксинит элит он брашированный то есть берется металлической щеткой выбирается более мягкая структура породы давайте копнем чуточку глубже углубимся в латы откуда произошло название пероксинит она складывается из двух слов это пир огонь и ксенос это чужак либо ну странник человек не из твоего по сути дела не из твоей местности то есть это либо огненный иноземец либо там огненный путешественник то есть изначально с древних времен пероксинит ну каким-то образом сопоставляли с огнем либо отделывали там каминный печь и так далее то есть он очень хорошо держит температуру у него прекрасные механические свойства очень высокая твердость то сталкивался с только флоридом монтажи обслуживание как он царапается тем понравится пероксинит потому что он очень твердый он очень стабильный во времени то есть если вы даже поставите на витрину печь в пероксинит и в талькохлорите будете периодически рукой трогать то на тальке будут в любом случае после какого-то время жирные следы от рук но естественно на пероксините же такого не будет ну и соответственно в долгую пероксинит гораздо но он не потеряет своего внешнего вида в процессе эксплуатации а теперь наверное немножечко шаманизма и и чего еще и народной медицины про лечебные свойства пероксинита складывают легенды камень пероксинит при использовании в бане оказывает плодотворное лечебное воздействие на печеночные заболевания на легочные заболевания лечит практически от всего а в купе с печью атмосфера вы получите релакс удовольствие прекрасную баню оздоровитесь со всех сторон и печень и почки и легкая и мозг и нервную систему вы тоже подлатаете с печью атмосфера в камне пероксинит элит где же его добывают то есть это естественный природный камень и добывают его из недр то есть есть месторождение в австралии на севере красноярского края в карелии то есть самое известное это сопка бунтина еще есть несколько месторождений которые находятся за полярным кругом то есть ну там вечная мерзлота и добыча этого камня может осуществляться только в летнее время когда там можно из вечной мерзлоты расковырять и добыть этот камень добывается он большими глыбами примерно ну плюс минус метр на метр потом распускается на слэбы и из слэбов уже делается вот такая облицовка стоит упомянуть что толщина камня в этой облицовке составляет 40 миллиметров или 4 сантиметра собирается очень просто то есть во всех камнях есть пропилы потом идут алюминиевые направляющие вы выставляете печь выставляете нижнее основание и потом рядами просто собирается эту облицовку в нашем ассортименте есть печи в сетке стандартные есть печи в ламелях большой ассортимент это змеевик это роса леванта верда гватемала жидает это окаменевшее дерево есть печи в облицовках мало того что эти печи имеют достаточно такой брутальный внешний вид ну кому-то нравится кому-то не нравится это на вкус и цвет каждый покупатель найдет себе печь атмосферу в той облицовке которая ему понравится безусловно печь в таком камне или в такой облицовке будет украшать дополнять как бы находясь в бане вы окружите себя максимальным количеством природных элементов то есть если допустим печь в сетке вы наблюдаете рукотворное творение ну там сетку станком как это все рубили резали варили не суть важно то печь в камне вы будете видеть камень вы будете наслаждаться паром закрыв еще дымоход каменной натрубной облицовкой вы максимально ну идете наверное в природную составляющую нашего мира и парного помещения то есть снаружи у вас отделка бревно вагонка необрезная доска печь окружена камнем и в наших мегаполисах вот в современном ритме жизни это это ценно что сочетание дерева и камня может давать и обалденные эмоции невероятный пар классную атмосферу и вот это тепло природного камня у меня сразу когда я вижу такие каменные печи вспоминаю как лежал на пляже и когда камни нагреваются ты на них ложишься и прогреваешься буквально со всех сторон это прям это классно стоит упомянуть что моделей в перокси нити или существует у нас две это и ориентировочно до 22 кубических метров и атмосфера excel ориентировочно до 26 28 кубических метров все зависит там теплопотери утепление и так далее так далее так далее но это элька где-то 20 22 и excel к это ориентировочно 28 кубов ну там 25 28 подписывайтесь на наш телеграм-канал ставьте лайки этому видео ставим палец вверх по крайней мере то что вы узнали что пероксинид это огненный странник или чужестранец в огне колокольчик и комментарий в каком камне вам печь атмосфера нравится больше всего а